Стоит ли подкармливать птиц в зимнее время? У многих на этот вопрос однозначно положительный ответ. Однако из-за аномально теплой погоды в Твери все реже можно встретить птичьи кормушки. Многие жители считают, что этой зимой у птиц не должно быть проблем с питанием. Наш корреспондент встретилась с теми, кто при любой погоде старается помочь пернатам. Алена Балашова каждый год подкармливает птиц. Кормушку соорудил ее дедушка. Конструкция простейшая, а польза для птичек максимальная. Один из вариантов кормушка из пакета от молока или бутылки. Она подойдет для небольших птичек. Пернатые смогут разнообразить свой рацион и не тратить весь световой день на поиски еды. Кормушку у нас, нам ее дедушка вешал. Это обычная бутылка, в нее насыпаны семечки. И рядом две крышки, на которых есть масло специальное. А почему именно масло? Ну, они достаточно любят масло. Масло, сало. Если конструкция кормушки, в принципе, может быть любой, то ее содержимое – вопрос предпочтения птиц. Несмотря на скудное зимнее меню, птицы довольно разборчивы. Семена злаковых любят воробьи и щеглы. Сушеные ягоды – снегири. Если хочется угодить всем, можно насыпать в кормушку семена подсолнечника. Нужно маслом подкармливать салом и семечками. У нас прилетали снегирь. Садился на кормушку и спокойно себе раскалывал семечки. Прилетал поползень, брал по шесть, по пять штук в рот. И синички по одной. Когда одна набирала себе хорошую, вот здесь выстраивались, наверное, четыре в ряд. На улице для кормления птиц можно сделать и деревянный домик. Он может послужить не один год. Главное – не забыть сделать бортики по краям, чтобы ветер не сдувал корм. Место для кормушки лучше выбрать защищенное от ветра и располагать его достаточно высоко, чтобы туда не забрали животные и крупные птицы, вроде вороны-голубей. Другие горожане совмещают кормление птиц с ежедневными прогулками. Например, Юлия старается каждый день приходить в сквер по улице Горького, чтобы подкормить уток. И по советам специалистов избегает кормить уток и других птиц черным хлебом, так как он плохо переваривает супернатых. Всевозможной крупой, еще иногда приношу картошку, морковку мелко нарезанную. Считаю, что, конечно, не стоит кормить хлебом, как многие это делают, потому что все-таки это вредно для птиц. Просто немногие об этом знают. Сейчас не очень холодно, поэтому стараюсь не какой-то высокой калорийной едой кормить, а просто обычной крупой. Эксперты также отмечают, что птицам не подходит сладкая сдоба, печенье и чипсы. Самое главное помнить, что пернатые должны сами находить себе питание самостоятельно. Ведь теплая зимняя погода помогает им в этом. А человек лишь может разнообразить их рацион питания. Продолжение следует...